Всем привет еще раз! Снимаю видео о своих кустых баночках. Все за тот же период, только теперь то, что касается лица. Здесь совсем чуть-чуть, и в основном это пробники. Итак, первое, с чего я начну, это вот такое вот средство, очищающее на основе глины, ежедневное, от Kiehl's. Это средство достаточно густое, наносится на лицо при этом очень хорошо, массируете лицо, и оно действительно очень хорошо очищает поры, и можно пользоваться ежедневно. Но на самом деле я не очень поняла, ну, как бы что, когда. Вечером нужно снимать косметику, несколько раз пользоваться какими-то гелями, одним умыться, другим потом поры почистить, ну, тоже как-то немножечко странно. Я использовала его с утра редко, поэтому, наверное, так надолго мне его хватило. Ну, конечно же, приобретать я не буду, потому что особого какого-то толка или полезности от этого средства не поняла. Но так, если у вас, наверное, жирная кожа или загрязненные поры, то поры действительно очищает. Но у меня нет, как бы, особенно прям сильно этой проблемы, поэтому немножечко, наверное, не мое средство. Дальше, что у меня закончилось, это очередная бутылочка водички термальной от La Roche-Posay. Ну, я люблю эту водичку, я ее часто покупаю, она мне очень нравится. У нее прекрасный спрей, она прекрасно освежает, прекрасно удаляет какие-то покраснения. То есть, ну, это один из моих фаворитов в косметике, ну, и в термальных водах, естественно. Так, дальше у меня закончились три пробничка для глаз. Итак, первое, что закончилось для глаз, это вот такой вот крем. Это Lancome, активатор молодости, Genifique Eye. Кремовая легкая текстура. Знаю, что многим не нравится, смотрела видео на YouTube. Мне крем понравился. У него текстура такая, которую я люблю. Это такой легкий такой крем. Не могу сказать, что от этих 5 мл я увидела какого-то разглаживающего эффекта или какого-то сияющего взгляда, но текстура, нанесение и запах мне понравился. И расход мне показался очень-очень экономичным. Дальше у меня закончился вот такой вот пробничек от Diclior. Это у нас крем для глаз и губ регенерирующего действия. Он вот с таким вот носиком, что очень удобно наносить и под глазки, и на контур губ. Достаточно густой кремчик. Можно наносить утром, вечером, и утром, и вечером. Очень мне он понравился. Своей текстурой, ну, своим травяным и запахом Diclior вообще отличается. И могу, наверное, сказать, что с утра макияж прекрасно не выложился. И, наверное, действительно вечером, точнее, после вечернего нанесения, когда с утра смысл на свои глазки, наверное, все-таки Diclior выигрывает у Lancome. И следующее, что у меня закончилось, это вот такая вот сывороточка для глаз от Givenchy. Это вот эта всем знаменитая вакцина. Здесь такой маленький пробничек был в коробочке. В нем 2 мл. У него очень такая достаточно жидкая-жидкая текстура. Но мне это очень понравилось. Эта сыворотка очень легко наносилась. И, вы знаете, мне казалось, что даже вот сразу, мгновенно, как-то все выравнивалось. Понравилось, но, не знаю, честно говоря, не поняла, по возрасту пока еще или не очень. По-моему, у моей мамы такая серия была вся. До сих пор, по-моему, тоник еще остался. И, по-моему, все-таки это ближе вот туда вот. Но понравилось по качеству. А, ну и сразу в этой же коробочке были вот такие вот 2 пробничка. Это та же вакцина-сыворочка, только для лица. Она уже, по-моему, такая чуть-чуть погуще. Но средства мне действительно понравились. Раньше я их не пробовала, хотя вот еще раз повторюсь, у мамы была вся эта серия, зная, что ей нравилось. Мне тоже очень понравилось по нанесению, по гладкости лица, по какой-то наполняемости. Конечно, ну, такого количества не понять. Но, по крайней мере, определиться, наверное, с покупкой все-таки, наверное, можно. Так, и дальше у меня закончились несколько пробничков средств для лица. Значит, первый из них – это вот такой вот пробник. Не знаю, как называется эта компания. Знаете, напишите. Это антиэйдж крем для лица. У него очень приятная, легкая такая текстура крема. Вот такой вот он беленький. Прекрасно он наносится. У него просто великолепный, какой-то потрясающий аромат. Крем для лица с таким ароматом, наверное, давно я такого наслаждения не встречала. Прекрасно увлажняет и как-то наполняет. Вот, наверное, действительно он настолько увлажняет, что ты чувствуешь вот это вот наполнение влагой, что, наверное, сухие все морщинки, которые мы, может быть, можем принять за то, что мы такие морщинистые стали, очень-очень хорошо их убирает и восстанавливает кожу. Дальше у меня был вот такой вот от Гуенот. Средство для также лица. Это увлажняющий, долгоиграющий крем. Тоже мне очень понравился. У него тоже приятная, хорошая, легкая текстура. Не жирнит он комбинированную жирную кожу. Никаких аллергенов, ничего, никаких покраснений средство не вызвало. Надо приглядеться вообще к этой марке. Я с ней очень плохо знакома. Дальше впервые в жизни у меня появился вот такой вот пробничек. Спасибо какой-то очередной коробочке. Очень я хотела попробовать косметику доктора Хаушка. Ну и, в принципе, я в ней разочаровалась. Абсолютно не понравился мне крем. Хотя это крем для лица, успокаивающий, защитный, дневной. Как раз-таки для чувствительной кожи, для кожи с сосудами. То есть, что он здесь пишет? Типа, сохраняет увлажненность, регулирует водно-жировой обмен, успокаивает раздраженность, склонную к покраснению кожу. Моя кожа именно такая. Но могу сказать, что крем мне не понравился. Текстура, ну, очень плотная для такой кожи. Запах вообще отвратительный, но мне это не нравится. И, не знаю, не испытала вообще абсолютно никакого удовольствия от использования этого крема. То есть, теперь мимо просто Доктор Хаушке будут проходить и вообще даже не интересоваться. Последний из пробников, что закончилось. Пробничек от компании Lancaster. Средство из линейки Sport, с PF20. Ну, так как он маленький, я его использую для лица. Хотя, по-моему, это средство и для лица, и для тела Lancaster. Легкая, отличная текстура. Ну, пахнет, в принципе, как все средства Lancaster. Ну, классные средства Lancaster и SPF. Не зря они вообще все сами это придумали, поэтому и средства не интересуют. Ну, и напоследок расскажу вам о своем разочаровании. Всегда практически мимо прохожу таких средств. Никогда вообще на них не обращаю никакого внимания. Марка Maybelline, в принципе, наверное, ну, как-то для меня не существует. Не знаю почему. Тут я видела, увидела рекламу, ну, что-то где-то что-то, не знаю. Купила я вот такой вот фломастер для губ. У меня в оттеночке 130, Lush Rose. Такой вот фломастер. Ой, девчонки, не знаю, ничего не поняла. Вот так что-то нарисовал. Один-два раза, не знаю, вот видно, нет. Что-то осталось на губах. Ну, и, в принципе, все. То есть больше он что-то не рисует. Гриффель у него вынимается. Следующий, наверное, все-таки нигде не достается, никуда не вставляется. Абсолютная ерунда. Абсолютно выкинул деньги со мной. Вообще редко такое бывает, чтобы я покупала такую ерунду. Вот, посмотрите. Вот, видите, я нарисовала. Что это такое? Помимо того, что это вообще ничего не стирается, какая-то жуткая просто. Потому что химия, как проходила мимо этой компании Maybelline, вот такой вот ерунды фломастеров для губ, так и буду мимо проходить. Что у меня было с собой в поездке и что у меня еще закончилось? Значит, первое, что у меня закончилось, это крем для лица. Крем для лица от компании Givenchy. Это вот эта вот голубая их линейка, увлажняющий крем. У меня был 15 мл, почти хватило на весь отпуск. Увлажняющий крем для лица. Наверное, он подходит для всех типов кожи, особенно, наверное, для каких-то обезвоженных. Прекрасный крем, прекрасно увлажняет, прекрасно наносится, выполняет все свои функции, просто на пятерочку. Также у меня с собой был крем для лица. От компании Caudalie. Это, да, такая знаменитая винная компания, которая делает великолепные крема. У меня также был пробничек из коробки, который... Такой текстура сорбета. Мне очень понравилась текстура. Мне понравилось это легкое нанесение. Остается прямо вот какая-то легкая дымка какая-то. И причем чувствуешь даже вот это какое-то безумное увлажнение. И даже, может быть, какой-то вот холодок, что ли. Ну, очень понравилось. До этого я пробовала только средства для тела. Теперь буду присматриваться их средством для лица от Caudalie. И также у меня закончились как бы пробнички, которые у меня были с собой от Cisley. Про тело я вам рассказала. И для лица у меня был мой любимый розовый тоник. Который я просто обожаю. Не знаю. Прекрасное средство. Прекрасный тоник. Конечно, безумно дорогой. Но я все время где-нибудь нахожу пробники. И закончились вот такие вот пакетики. Они с SPF 15 для лица, шеи, декольте. Cisley вне конкуренции. У него достаточно густая такая кремовая текстура. Но которая очень легко при этом наносится на лицо. Выполняет свои функции, наверное, не на SPF 15, а на все SPF 50. То есть полностью защищает. Очень-очень мне понравилось это средство. Ну, Cisley вообще, конечно, дорого, но безумно качественно. Ну, на этом все. Большое спасибо за внимание. Я вас очень люблю. И пока. Продолжение следует...